Инна Стивенс 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 с системой голосования не будет шанс два раза попробовать и увидеть как все работает давайте мы сейчас наши вопросы здесь я предлагаю что мы сделаем все-таки экспресс опроса и у нас здесь вы видите сейчас вот формирующие оценивание вот насколько вы считаете вы уже владеете формирующим оцениваем вы используете его в своей практике а может быть для вас это совсем новое явление мы проводим анонимные опросы поэтому отвечаем так как есть того чтобы у нас не имею представления вообще не знаю что такое это где у нас вы себя чувствуете экспертом и так у нас мы сейчас делал от а до д это вот а вот между ними от а до д это у нас другие слышал да вы как бы можете если вы видите что я что-то ближе знаю да там вы как бы а г уже тут уже так уверенно себя чувствую но не эксперт мы не расписываем но вы как бы можете видеть так во первых вы включаете его нажимать вот на эту кнопочку где у нас а это не имею представления а вас там один данный отвечает должно быть да джуйстиком переходите надо то есть это значит не подключен так есть у кого не подключились мы сейчас проверяем техническую сторону также так у кого есть не подключившийся вообще да все сюда когда есть у кого-то у кого не подключился пульт до всех у всех потом у всех подключился здесь пульт андрей вот у нас не подключился пульт сейчас андрей вы проверьте на следующем голосовании хорошо отлично ничего страшного если сейчас это первый такой пробный у вас не получилось или вы выбрали не тот вариант ответа который хотели но мы все равно общую картинку на нас можем получить а мы сейчас обратим внимание да подождите гляну как у нас мы не будем смотреть на проценты и так далее потому что вы видите что мы проводили голосование в большом зале мы сейчас не смогли перерегистрировать на меньшее количество мы очень хотим извиниться но у нас уже нет места кто прибывает андрей прибывают люди то вниз нет так мы сейчас можем посмотреть да вот итак посмотрите у нас в этой группе нет тех кто себя чувствует экспертом но у нас где-то все находятся вот в этой вот позиции что чтобы что-то известно да мы могли бы сейчас поговорить о том как мы это вы представляем да но мы говорим что мы не только о знаниях даже мы знаем что это такое о владении говорим о владении то есть импетентность какая то уже есть да у нас интересный был эффект сейчас предыдущей группе когда они сказали ой так мы же применяем мы просто не знали что это и есть связано с формирующим оцениваем это тоже уже полезное хорошее знание так и так вот результаты мы можем кстати каждую группу затем сравнивать ну и есть довольно таки мы видим здесь чертуры проценты тут от общего количества мы на них не смотрим на общую картинку мы видим довольно много людей которые в а и b то есть ближе к тому что тут ну вы видите что здесь получается у нас синим цветом потому что нет правильных ответов если был бы правильный ответ нами заложен он бы свечился зеленым цветом у нас здесь у нас все ответы правильные так вас немножко сашевистами произошло но мы потом когда будем выкладывать материалы мы все сделаем чтобы она у нас было как на поэтому здесь у нас такое чтение знаете как учитель английского могла лэнгвич газ развивает развивает умение угадывать да ну мы бы значит скажем а мы в своей работе мы опираться на работу вильяма и black это эксперты в области формирующего оценивания и мы даем вот это определение чтобы понять из каких позиций мы здесь как выступающие действуют все действия учителей или учеников которые обеспечивают информацию которые используются для обратной связи для изменения процесса преподавания и обучения значит ключевые какие здесь позиции у нас есть во первых информация или данные мы можем сказать да мы собираем какую-то данные или как в английском образовании очень важное такое слово есть evidence свидетельство до свидетельство того что происходит в классе далее обратная связь это будет тоже наша такая базовая позиция на сегодняшнем мастер-классе обратная связь по английский feedback и далее хотелось отметить что очень важно что тут есть для изменения процесса а изменение это всегда действие поэтому если даже мы как учителя или наши ученики они получают обратную связь но за этой обратной связью не возникает процесса что я как преподаватель что-то меняю в своем в свое в своем преподавании в том как я организую учебный процесс в том как я индивидуально может быть с учеником работы и так далее не возникает вот этого шага или ученика он там до получил обратная связь все мы тут замерили обратную связь получил даже может быть сказал я вот так буду делать как экшен так как она план действий часто так бывает уже в английской школе их просит написать на основе этого что-то будешь делать но если он этого не сделает формирующие оценивание у нас опять же не произойдет должны всегда помнишь формирующим оценивание вот это действие направленное на изменения она обязательно и поэтому именно формирующие оценивание оно становится ресурсом для развития и мы сегодня затронем такие вопросы почему именно формирующие оценивание является ресурсом для улучшения образовательных достижений учеников и не только образовательные достижения еще очень важно что она способствует выравниванию результатов за счет того что более слабые ученики они подтягиваются работают лучше это вот кстати очень важный момент мы посмотрим на то что как мы можем интерактивной технологии вписать процессы мы поговорим о том что конечно это будет влиять и на те практики учителей которые то что учитель делает что ну один из самых таких моментов вот всякие электронные устройства они же нам собирают очень много данных вот как с этими данными можем работать как мы можем это анализировать может быть мы сегодня не затронем все эти процессы но по крайней мере эти вопросы они встают перед нами как перед учителями и может быть будет вас возможность потом от этим подумать на что-то мы попробуем и еще наш такая цель очень практическая то что по английски говорит такое слово до этого скажем приземленная даже либо прямой перевод с английского был бы у нас это цель вооружить вас техниками которые вы можете использовать классе причем техники будут разные не только связанные с электронными устройствами ну и может быть какие-то когда вы можете без различных устройств но все равно организовать процессы проручиваться ними если кто-то сможет уйдя сегодня из мастер-класса унести как одну две три полезные техники которые он потом может применять классе мы будем считать что счастливы просто а вот это все как бы глобальные вопросы над этим надо работать и строить свои компетенции долго но если вы хотя бы что-нибудь увидите что вы сможете применить автор классе мы будем очень счастливы а может быть у вас возникнет то что было предыдущей группе когда так мы же делали такое оценивание ну как бы не осознавали что то есть процессы формирующего вот как я уже говорила мы будем опираться на работу дилана вильяма и вот то что исследования которые проводились в великобритании они показали вот например какое мы можем сделать изменения чтобы помочь учителю лучше достижение учеников чтобы помочь достигнуть большего но многие часто говорят о том что классы большие да было бы у меня не много учеников до было бы лучше но действительно так и есть сокращение количество учеников на 30 процентов они приводят был класс 30 человек стало 20 это дает позитивные эффекты в чем они выражаются ну вы знаете как англичане американцы они все замеряют цифрах процентах и так далее и вот они высчитали обычно на математических они они ну там удобно видимо считать это же такие вещи там как бы чему они учатся получается что вот такой ситуации в учебном году как будто бы прибавляется 4 месяца то есть они осваивают вот эту учебную программу основная масса учеников как будто бы еще треть года появилась вот но если так делать в английской школе надо потратить 20 тысяч фунтов ну на класс и как бы понимаем дополнительные классы открывать да вот это не наш вариант и не их как выяснилось и не их потому что они по этому пути не идут они только исследовали далее может ли быть какой-то эффект от того что учитель становится лучше в плане знания своего предмета но может конечно тоже быть да здесь вот такие примеры вот такой учитель который там например как я учитель английского могу сказать что то есть учитель плохо владел английским языком как-то вот там отправили подучиться в англию прекрасно теперь владеет и на два месяца как учеников такая возникает прирост не на два месяца как бы как будто бы еще два месяца учились английского в этом учебном году большой знак вопроса потому что здесь трудно подсчитать вложение а как вам кажется я сейчас так поспрашивает формирующие оценивание здесь вот есть как если если внедряются практики формирующие оценивание вот вы так на вскидку как вам кажется сколько будет дополнительно насколько возрастает эффект вот дополнительные месяцы то есть процентов на 10-15 ну то есть 10 9 месяцев учебного года четыре с половиной получается 50 кто-то говорит четыре с половиной но могу сказать что те исследования которые проводили английские специалисты они сказали может вырастить до 8 чуть ли не в два раза да у нас это будет нет месяц но стоимость а стоимость вам кажется есть в этом а минимальная но все-таки есть вот конечно потому что да у нас у нас потому что в предыдущей группе там нам сказали что тут еще и экономия вроде как вроде как еще и деньги откуда-то боятся нет на самом деле они посчитали как иностранцы они считают цифры значит они здесь посчитали что здесь будет заодно мы проверим как у нас все пишет пишет что это будет две тысячи я так понимаю что это наверное на переобучение учителей то что они того чтобы их научить на должны потратить да владеть этими методиками и использовать вот но то есть я хочу просто для чего это привести просто показать что исследования которые в мире ведутся они рассматривают вот одним из очень больших с точки зрения того как можно результатов добиваться именно вопросы связанные с формирующим оцениванием и это поэтому вот эта тема она должна волновать в россии сейчас тоже свете сведением новых стандартов с одной стороны здесь пониманием того чему на самом деле учатся ученики а мы понимаем теперь что самое главное научить ученика учиться да чтобы у него были умения для того чтобы он мог развиваться сам как личность и как ученик и овладевать вот этими умениями это все что же укладывается вот понимание связано с формирующим оцениванием сейчас задам такой вопрос или наталья давайте вы спросите а я буду просто пока вы увидите узнали наверное да что это за палочки мороженое да а вот так как мы можем использовать нет нет вот у нас такой вопрос какая связь вот у нас ученик формирующие оценивание ну то есть палочками а еще какой-то баллы там две палочки три как хочу тут как древние люди использовали вместо монет ага считать ну ладно хорошо цвета но цвета тут не имеет значения это уж меня какие были я взяла вот а мог хотелось мне сказать можно выстроить да но вы видите что тут у нас до проводят что руку поднимает ученик да мы хотим сказать вот о чем что есть такой вот инструмент сильно нужны в английской школе ну он по-разному может выглядеть но это реально то что я видела и то что используется дело в том что в английской школе ученики во многих английских школах британских учеников вообще есть в школе принята политика ответ бесподнят отвечаем без поднятых рук то есть вопрос ученики поднимают руку только когда у них есть вопрос к учителю ну или какие-то вопросы у них возникают для ответа вообще они не поднимают и не тянут руки спрашивается почему исследования показывают что само вовлечение в учебный процесс очень важный фактор вообще в формировании но но достижит как бы для того чтобы достигнуть учебных результатов сама включенность и вот эти такие довольно таки как это исследования которые провели значит их опять же делаем в своей книге упоминает что те ученики которые поднимают вот учитель пытается как бы ну мы все знаем что у нас вот все время одни и те же тянут но мы же пытаемся спрашивать других да мы знаем ну это то знает ну вот мы должны другого спросить в реальности как бы мы это не старались все равно возникает так что как можно что отвечает больше те которые поднимают руки а те которые не поднимают руки они отвечают меньше в классе и работают means в классе это уже вот независимая тут психолога как бы ты не пытался настроиться та есть рамок получаться так что те дети будут отвечать при этом те дети которые не включены в процесс разрыв вот этот вот он увеличивается с каждым днем вот с каждым днем как тот он просидел один день и смотрел там в окно или думал о своем, или он даже его изображал, вы знаете, там, как говорят, в концу старшей школы, как это, high school, американская, многие же из нас развивают такие умения, что мы можем делать вид, что мы присутствуем, да, а потом, как бы, ну, думают в это время о своем. Вот это вот одно из умений, которые в школе, старших классов многие развивают уже. Вот, а поэтому создаются различные инструменты для того, чтобы вот этот процесс опроса сделать методом случайного выбора. И вот такие палочки, на них вот здесь пишем имена учеников, стакан, и достаем, во-первых, вы с себя снимаете, вы с себя снимаете роль, потому что если я отвечаю, вот ты отвечаешь сейчас, учительница, да, все время меня спрашивает или что-то, а тут, как бы, я, ну, случайный выбор, да. Но если у вас нет палочек, можно просто на картонках. Да, да. А дальше как что происходит? Учитель, например, первого вот так спросил, а дальше называется как тагетинг, то есть нацеленные вопросы, ну, я как бы как преподаватель, я знаю, кого мне вовлечь-то сейчас, или я вижу, что это нужно, или я знаю, что он обычно, ну, на эту тему не очень хорошо рассуждает, я могу сказать, а ты что думаешь, вот как ты прокомментируешь ее ответ? И далее уже как-то вовлекаю других. Но вот этот момент первого, да, включения за счет случайного выбора, это популярные такие техники, которые употребляются. Ну, это один из вариантов, вот на палочках можно написать, вы видите, даже без электронных средств. Но здесь хотелось отметить, что вот то, что по-английски называется engagement, включение каждого в учебный процесс, это очень важный момент. И вот эти устройства, они нам как раз дают возможность каждого включить в учебный процесс, потому что если мы задаем вопрос, тут надо подключиться, надо отправить свой ответ, да. Ну, конечно, бывает, что бездумно там жмем кнопки и так далее, ну, можно там тоже просить комментировать ответы там или еще как-то, ну, по крайней мере, вот эта включенность каждого, она дается с помощью различных электронных средств, либо active expression, либо то, что мы можем говорить, как вы видели вчера, мы проводили работу, используя решения программные, когда со своего устройства ученик отправляет ответ, но самое главное, что каждый может участвовать. Ну, и сейчас мы с вами проведем небольшой эксперимент. Да, включайте его. Сейчас индивидуально, индивидуально каждый подумает над таким вопросом. Не советуюсь с товарищами, сидящими за одним столом, попробовать ответить на следующий вопрос. Маленький желудь может вырасти в огромный дуб, дерево может весить несколько тонн. Откуда берется основная масса дерева во время его роста? У вас будет 4 варианта ответа. Минералы в почве, А. Б. Органические вещества в почве, В. Газы в воздухе, Г. Солнечный свет. То есть вам нужно выбрать, ну, вот самое главное, самое важное. Откуда берется мощь вот этого дуба, вот масса его? Откуда? Вот из этих? А? Один. Сейчас мы дадим. Из предложенных выбрать. Один. Мы, видите, работаем сегодня, еще у нас немножко такая ситуация, особенно, я думаю, для Натальи непривычная, потому что мы работаем на нашей новейшей, это у нас называется интерактивная панель Active Panel. Вы видите уже, что, да, у нас нет здесь проектора, мы работаем непосредственно. Специально панель создана для того, чтобы работать в образовании. Здесь есть высокий угол обзора, то есть вот даже, я думаю, люди тут, которые сидят, может, уж совсем кто вот за углом, но которые вот еще по линии видят, что не отсвечивает, что в принципе видно, кто видит панель. Ну, а 300-й, вы видите, тоже отличается, что мы можем и пальцами, и пером по-разному работать. Да, вот просто немножко непривычно, может быть, работать еще. Итак, А до Г. Сейчас, сейчас, подождите секундочку. Все, все появляется, да. Мы запустим. Просто я хочу вам, да, пояснить, что мы вот работаем, и Наталья впервые сегодня на такой панели работает. Она очень чувствительная, надо привыкнуть. Хорошо. Молодцы. Мы просто еще раз скажем, что у нас сейчас там зарегистрировано много устройств, мы в этом проценты не смотрим. А ну, смотрим вообще картинки. Технически мы не смотрим. И потом вы видите, мы что используем экспресс-опрос, который можно в любой момент урока включить и обсуждать. Ну, да, можно было взять подготовленный ответ. Итак, все ответили, кто хотел. Технических проблем нет. По техническим проблемам, если что, у нас Андрей может всем помочь. Поэтому немножко так еще тут. Ну, соответственно, нет. Мы этих не спрашивают. У нас там большое количество людей. Посмотрите, у нас тут интересная сложилась картинка. У нас многие ответили. Ой, видите, вот даже я еще немножко тоже тут сбиваюсь. То, что, видите, пальцами мы как на iPad тоже все это можем крутить, работать. То есть только не забывать, да, немножко просто непривычно после пятисотой доски, где у нас распознавание пальца. Здесь мы как бы можем и пальцем тоже. Что у нас произошло? У нас больше всего ответ органические вещества в почве. И также довольно много решили солнечный свет. А сейчас мы попросим следующее сделать. Со своим соседом вот в паре. Ну, кто тут в тройках получился, кто в паре? Обсудите еще раз этот вопрос. Может быть, мы видим разрыв довольно большой вот между этими, например, позициями. Обсудите еще раз. Постарайтесь убедить своих товарищей. Хорошо. Хорошо, хорошо. Вот масса, от чего берется этого дуба? Мощь-то его откуда? Я думаю, что времени нам достаточно. Да, достаточно. Еще раз я хочу сказать, вы должны понимать, что то, что мы сейчас проводим, у нас идет в режиме ускоренной съемки, потому что мы, ну, немножко условно. Окей, конец дискуссии. Мне надо было эту, барабан, как был сегодня утром. Итак, посмотрите. Вы обсудили. Итак, внимание, голосование номер два. Сейчас второй раз голосуем. Да, да, да. Может быть, у вас какое-то мнение поменялось. Может, вас сосед убедил. Нет, нет, каждый голосует индивидуально, индивидуально. Может, вас убедил сосед, или вы его. Да. Может, кто-то поменял. Готовы? Готовы все? Все, все. Но еще раз, мы договариваемся с вами, что то, что мы делаем сейчас, понятно, мы должны дать время подумать. Время... Да? Мы же сейчас работаем, ну... Смотрите, еще больше ушло в Б, за счет того, что А, минералы в почве сократилось. Видимо, кто-то смог убедить своего соседа, не минералы, органика, надо добавлять, растить. Вот. Солнечный свет сократился за счет этого, вот, органических вещества в почве. Ну, мы бы могли сделать так, что у нас высвечивается, мы могли бы сейчас показать, вот, мы просто уже закрыли, но правильный ответ, я могу вам сказать сейчас, чтобы было интересно. Значит, правильный ответ, кто у нас есть, кто ответил В? Вот это... Это вы биологи или просто вы знаете? Биологи. А? Да, углекислый газ. Углекислый газ. Да, мы буквально вчера беседовали... Биологи? Биологи? Биологи. Отлично. Вот мне тоже пример один биолог вчера подсказал, хорошо, потому что... Давайте мы сейчас не будем про содержание спорить. Давайте мы сейчас не будем по содержанию. Вот представьте, представьте в классе, как было бы сейчас здорово. Да, я сейчас один, я хочу сказать, посмотрите на этот пример, посмотрите, какая у нас возникла замечательная дискуссия. Мы бы сейчас сказали бы ученикам, так, раскрывайте учебники и идите в интернет и смотрите, ищите ответ и доказывайте. Но мне вчера прекрасный пример, один биолог здесь, из присутствующих, вот не здесь присутствующих, а на конференции сказал, и я хочу сказать прекрасный пример, что если мы представим себе полено, ну дубовое полено, представим себе, если мы это полено сожжем, то вот то, что останется, это минералы, а все, что сгорит, это то, что из углекислого газа у нас образовалось. И там можно проводить дальше дискуссию про экологию, говорить и так далее, но посмотрите, всех же зацепило. Посмотрите, какая дискуссия, посмотрите, да после этого бы побежал бы ученик и, наверное, искал бы в интернете, да, докопаться. Что мы... И потом интересно было смотреть, как вот друг друга смогли убедить, не убедить, кто-то изменил свою точку зрения, кто-то остался при ней. Посмотрите, я биологам скажу, во взрослой аудитории уже не первый раз проводим, но просто великолепный вопрос, все время все такие споры. Смотрите, то есть если мы обычно, вы вчера уже показывали, мы вчера, все, про дуб и желоб отключились. Еще мы помним, что мы условные, мы же не настоящий урок, да, мы не настоящий урок, мы как бы немножко показываем. Мы только техники показываем. Смотрите, значит здесь у нас обычно как происходит, обучил, там какой-то материал, да, учитель обучает, затем ученики голосуют, мы видим, насколько они это усвоили, да, пошел обратная связь с учителем, принимаем решение. То, что вчера тоже у нас было в презентации Джона, когда у нас возникает этап какое-то обучение материалу, голосование индивидуальное, обсуждение в паре, то есть вот с ровесником, как по-английски это звучит, fear, еще раз голосование и дискуссия в классе. Это адаптация очень популярной техники в английской вообще обучении, которая называется think, pair, share, подумай, объединись в пару, поделись. Но здесь вы видите, что с устройствами голосования можно сделать вообще другого уровня, потому что очень все наглядно, каждый включается, видно результаты, да, как вот я как учитель могу сказать, ой, что-то я не так объяснял про фонтосинтез, надо мне это как-то еще по-другому, да, продемонстрировать, эксперименты провести с растением. Но с другой стороны, насколько внимательны ученики прочитали вопрос. Ну хорошо, мы вот сейчас смотрим на то, что у нас возникает, я хочу задать вопрос, а как вы думаете, а почему вот, например, здесь у нас нужно было индивидуально сначала сделать, а не сразу посадить в пары, обсуждая и голосуем. Вот как вы думаете, подождите, я вот сейчас хочу спросить, вот, например, на этом столе тот, кто приехал издалека, вот кто дальше всех приехал. Скажите, вот как вы думаете, для чего мы первое голосование проводили? Да, очень важно нам, да, смотрите, очень нам важно то, что, если мы просто как бы подумаем об этом или что-то, это одна ситуация. Второй момент, вот нажатие на кнопку, это ответственность. Ты выбираешь свою позицию по отношению к желудю и к дубу. Значит, все, ответственность проявляется ученика, он как бы встает на какую-то позицию, у него есть какие-то аргументы. В связи с этим, так и так далее. Ну, конечно, может и бездумно нажимать, но мы формируем это. Вот, и мы видим, что это важный очень этап. Если обращаться вообще, есть интересные вообще техники, как с этим работать. Например, если там у вас 50% на 50, если 70, ну мы сейчас в это углубляться не будем, но очень много вот интересных вещей с такими техниками связано. Итак, вот мы говорим о том, что вопросы вообще задавать важно, потому что когда учитель говорит, как здесь у нас наш американский коллега говорит, это все так ясно, да. Вот если бы мы обучали учеников, и то, что мы пытаемся донести, оно бы так вот и упаковывалось в сознание, и раскладываясь по полочкам, это было бы одно. Но мы видим, что при этом у каждого возникает свое, да, вопрос. И как мы можем, кроме как организовав процесс обратной связи, узнать, да, о том, что вообще происходит. Хотелось бы мне сказать, что часто я вот эту фразу перевела из английской презентации. Если кто-то думает, что это российский учитель, то мне когда-то вопросов столько задавать, у нас программ, нам надо осваивать материал. Ну, англичане, у всех похожие проблемы, у всех. Какие вопросы? Надо двигаться вперед. Значит, ну, я хочу просто привести пример. Как вам кажется, вот я спрошу сейчас, вот давайте на вот этом столе, того, у кого по алфавиту самая первая фамилия, что это такое за вот изображение? Молекулы какие-то, а кто скажет? Вода, вода. Вот это у нас что? Красная. Ой, мы тут могли еще поголосовать, у нас уже началось, кто кислород, кто водород. Водород, водород. Ну, все, отлично. Смотрите, пища для дискуссий. Вот сейчас голосование бы провели, бы поработали. Вот, молодцы, молодцы. Но учитель-то английский спросил не об этом. Учитель предмета, сайенс, науки, спросил, вдруг, я не знаю, как это ему в голову пришло, говорит, ну, хорошо, это молекулы воды. А вот между ними-то что? Потому что такая картинка в учебниках, вы, наверное, видели, да, вот они как бы так вот. А между ними-то что? Нет, вы послушайте ответ, который учили. А ученики ему говорят, вода, молекула воды в воде, то есть они плавают там как бы. Ну, если ты как бы не спрашиваешь, ну, как бы не спрашиваешь, ты не видишь, потому что то, что нам кажется там само собой понятным, да, вот, то есть вопросы задавать надо, надо все время видеть вот это. В английском, в английском вообще вот этой методике всегда есть такое concept questions, то есть вопросы на понимание концепции. Я вот как учитель английского в свое время тоже училась на специальном курсе, чтобы вот иметь квалификацию преподавать именно в Великобритании. И я помню, что у нас были вот именно вопросы, как вот проверять, да, то, что мои ученики понимают какие-то грамматические, например, явления, тоже надо было задавать какие-то вопросы. Если я, например, говорю такое предложение, значит ли это что и какие-то варианты, потому что как в российской школе я могу иногда спросить там сказать, как это переводится, да, а там-то у меня были все... Тут, значит, у нас русские студенты, тут у меня китайские студенты, корейские, то есть даже по-другому. Вот, поэтому вот этот concept questions, это во всем обучение. В обучении взрослых, я помню, у нас очень мощно этому тренировали. Вот, а часто у нас бывает... Ситуация, когда мы спрашиваем, очень не говорит, я не знаю. Как бы вы поступили в такую ситуацию? Ну, мы можем, да, такую технику использовать. Если ты не знаешь, мы к тебе вернемся, мы вернемся к тебе позже, да. Высказались, да, может быть, другие ученики, и он уже знает, да, ко мне вернуться, мне надо послушать, какой-то суммируете ответы. Далее. Вот, мне кажется, вообще прекрасная такая техника, которую, наверное, часто нельзя употреблять, но вообще она ученика может вот так вести, да, сказать. А если бы ты знал, что бы ты сказал? А знаете почему? Потому что очень часто бывает, что ученики, они не потому не отвечают, что они не знают, а потому что, ну, как лень подумать. Им проще ответить, я не знаю. Иногда, может быть, этим можно как-то сбить и задумать. Вот. Можем, если у нас где-то, вот как сейчас, кислород, водород, помощь зала. Знаете, как это, на телешоу, когда, я не знаю, кислород, водород. А давайте проголосуем, и мы видим, и все там, кислород. И он, да, ну, мы можем, и у нас возникают эти вот моменты. Здесь мы могли бы делать это, вот, например, такие вещи уж точно, и 100% мы можем делать, мы не будем показывать, ну, вот это можно делать с помощью систем голосования. Ну, вы, наверное, уже догадались, когда пришли сюда в зал, что у нас японские символы появились, и мы сегодня будем говорить с вами о Японии, о японской поэзии. Наверное, тоже вам знакомый писатель Борис Акунин. Пандорина, вы, наверное, его помните. И вот там у него есть одно произведение «Алмазная колесница». И вот Пандорин оказался в Японии. И когда он спросил героиню, какое у нее самое любимое стихотворение, сколько строчек в нем, она ответила «три». Их так мало, и в то же время так много. Поэтому мы сегодня с вами говорим о японском хокку. Давайте мы сейчас... Ой-ой-ой. Мы в этот вышли. Я сейчас объясню, почему. Потому что непривычки, тут такая чувствительность. Это мы где-то... Подождите, это где-то этот сигнал. Нет-нет, оно в этом. Инструменты рабочего стола я просто не вижу. Такое в глазах-то мелькает, мы и не видим. Все нормально. Это... Да-да-да. Ну а у нас знаменитое стихотворение Басё, одного из самых знаменитых японских поэтов, именно создателей хокку. «Вишни расцвели, не открыть сегодня мне тетрадь с песнями». Итак, давайте посмотрим, какие особенности хокку мы с вами можем выделить. Количество строк. Да, совершенно верно. Настоящая хокку – это три строчки. У нас в этой группе, у кого ученик предоставил самую креативную причину, почему он не сделал домашнюю работу? Не-не, мы не будем сейчас про это. Это вы тут поделились. А вы теперь вам посчитайте, сколько слогов. В строчках. В первой строке сколько слогов? Шесть. Так. А во второй? Шесть. Восемь. Ну, кто-то взял, да. Конечно, здесь сложно говорить, потому что это перевод с японского, но настоящая хокку пишется следующим образом. Пять, семь, пять. Мы с вами понимаем, что переводить на русский язык, где у нас слова имеют много, большие, огромные, поэтому сложно бывает. Посмотрите, пожалуйста, на особенности содержания. Вот чем третья строчка, на ваш взгляд, отличается от предыдущих двух? А давайте мне вот в этой группе на этот вопрос нам ответит тот, чей университет, вот Альма-Матер, где он учился, находится дальше всех. Кто это в этой группе? Ну, вывод, да, смысл мы можем обозначить. Ну, 15 минут нормально, да. Хорошо. Особенности содержания. Какие еще вот тут выводы? Философское записали уже, философское мы можем отметить. Вот здесь, потому что прозвучало. Что-то еще по содержанию у нас, например, может сказать в этой группе? А, вот смотрите, тут возник интересный такой момент, что третья строка, как бы она, как они говорят, не вяжется с предыдущими. Здесь есть вот этот контраст, что есть даже такое явление, когда, да, пытаются в первых двух строчках что-то заявить, а потом в третьей, как бы, неожиданный эффект этого соединения есть. Вы правильно почувствовали? Без рифмы пишется. Вот особенность. Да, описательные. Хорошо. Ну, то есть третья строка, она мне какая-то неожиданная. Неожиданный. Я напишу сейчас так, мы можем себе. В ней есть неожиданность и есть специальное японское слово, которое я не помню. Вот, но оно вот именно это передает, что две строчки представляют что-то, а потом соединение совсем неожиданным. Да. Неожиданность вот эта вот. Хорошо. Мы с вами, видите, как хорошо поработали, особенности японского хокку уяснили. Давайте перейдем к следующей страничке. Ну, и сейчас нам будет задание такое. И попробуем при помощи системы тестирования первое задание сделать. Прощайные стихи. На веере хотел я написать. И выбрать одну из строчек. Чтобы нам еще больше проникнуть. Вернулась первый вариант. Я сейчас вам просто прочитаю, потом уже систему тестирования мы включим. В руке сломался он, перо упало вдруг. Итак, нужно выбрать, какая из строчек, как вы считаете, должна заканчивать это хокку. Первая строчка слеза навернулась, вторая строчка в руке сломался он, и третья перо упало вдруг. Итак, вы для голосования включите, выберите. Вы вводите цифру 1, 2 или 3. Какая, кажется, самая в соответствии с того, что мы сейчас прониклись? Да, при помощи системы голосования. Готовы, ответили мы, потому что не верим. Если бы у нас все ответили, ну вы очень долго задумывали. Прощальные стихи на веере хотел я написать. Вариант первый. Слеза навернулась. Второе. Один, два, три. Оранжевая цифра наверху. В руке сломался он, третье перо упало вдруг. Цифру? Цифру только выбрать, да. Посмотрите, у нас есть возможность отправлять цифровые ответы. Очень полезно на уроках математики, например. Можно отправить не только цифры, но даже и формулы, как вы видите, есть значки. Такие, да, для математики. Вот. Итак, открываем. Давайте дать вам время. 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 Итак, посмотрите, у нас получился следующий вариант. Первую строчку, да, у нас большинство выбрало. И мы вот где-то один, а полтора, а третий. Примерно распределились, примерно, да. Но правильный ответ, если так говорить, это будет третий вариант ответа. Ой, извините, второй в руке сломался он. Второй вариант ответа. Простите. Если бы мы это не использовали не экспресс-опрос, а это был бы заложенный в программу сразу же вопрос, то, соответственно, второй бы вопрос сейчас зелененьким был у нас высветился, как правильный. А сейчас попробуем другой вариант. Вам нужно будет дописать всего лишь одно слово, которым заканчивается хокко. Цветы увяли, сыплются, падают семена, как будто одно слово. Так же, как вы смс-ки отправляете. Словами. Да, а теперь вы видите, мы можем использовать, здесь у нас есть, как смс-ка. Да, да, да. Как смс-ку. То есть вы пишете, то же самое здесь печатаете. Своё, своё придумывайте сами. Буквы внизу, очень полезная вещь, так как часть, вот, например, по русскому языку, часть Б, где требуется как раз слова написать в качестве ответов. Вот здесь мы тоже. Нет, нет, это... Нет, 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 внизу мелкие, это русский алфавит. Ой-ой-ой, всё, извините. Если две буквы, вы нажимаете подольше, удерживаете кнопку, так же, как и в телефоне. Микки тут сама, да, сбила вам. Sorry. Сейчас, да, сейчас не получится, извините. Я уж вам... Отправляйте, да, у кого получилось, мы... Ещё раз мы говорим, мы делаем сейчас немножко в ускоренном темпе, то есть, понятно, мы бы должны дать время подумать. Ну, мы понимаем, что ученики это очень быстро выполняют, делают, потому что они... А мы, может, им наоборот должны дать. Погрузись, созерцай. Вы знаете, что они каждый раз пытаются смс-ки во время урока отправить, это у них быстро... Да, техническую сторону они быстро делают, поэтому мы сейчас проверим быстренько, давайте. Ой, это время у нас... Смотрите, у нас очень много уже ответов. Получилось, да. Ветер, годы, дождь, звёзды, осень, вот самое большое количество. Смотрите, мы можем внести, тут такими маленькими мы внесли, но на самом деле можно было бы... Это последний шрифт, который использовался, мы просто не меняли. Тут даже имя, видите, высвечивается. Мы могли, например, если бы у нас какое-то другое было задание, где важно, кто это ответил, мы могли бы смотреть, кто ответил, да. И мы можем классифицировать, например, всё, что про природу в одну категорию разбросать, всё, что про философию в другую, всё, что невнятности вот такие, вот кто-то на английском языке нам пишет, это в третью сторону. Ну, мы понимаем, там не переключили в устройствах язык, ну, приносим извинения, но мы всё равно в экспериментальном пробуем. А после того, как мы уже это обсудили, верный вариант ответа – это слёзы. Есть такое, есть, смотрите, есть. То есть кто-то смог почувствовать. Да. Посмотрите, сколько людей прочувствовало, сделало всё правильно, видите. Шесть человек. Да, шесть человек. Совершенно точно уловили. Промиклась и точно уловила. Молодцы! Это не страшно, мы же только с вами пробуем. А теперь вас особенно… Мы видим, что вы такие вообще замечательно у нас прочувствовали. Нам предстоит с вами написать. У вас тут можно сказать эксперты. Но перед этим давайте мы с вами разработаем критерии, по которым будем оценивать написанные. Это какие вы предлагаете критерии? Вот сейчас ваша задача в группах будет написать ХОКУ. Самим. Но мы должны потом это… Мы же развиваем оценивание. Вот. Тема свободная. Можно не обязательно это соблюдать. Мы сказали, это очень сложно. Вот. Нет, тема свободная. Но мы должны задать критерии. Мы пока не пишем ХОКУ. Мы пока критерии с вами должны. Да, критерии. От группы одно? Да. Да. Я хочу сказать еще раз. Если бы мы проводили реально, мы бы не делали от группы одно. Потому что группы по 8 человек, как они могут эффективно работать? А то и по 9 там где-то сидят. Но мы сейчас просто для технического момента. Стоп! Не пишем! Мы пока ничего не пишем. Давайте сначала критерии, по которым мы будем оценивать. А после этого уже начнем писать. Смотрите, да. Как мы можем писать, если мы не знаем, что будет оцениваться? Правильно? Итак, вот первое. Три строчки. Первое. Три строчки. Вот смотрите, у нас как? Если мы делаем три строчки, у нас есть, нет. То есть, либо у нас вот мы галочка, есть, нет. Да? Вот. Второе. Что еще должно быть? Я предлагаю 5-7-5 в критерии сейчас не ставить, иначе мы очень тяжело. Вы видите, там третья строка. Эффекты неожиданности. Эффект. Мы не знаем, какой, но какой-то эффект в третьей строке должен быть. Вот как мы будем здесь оценивать? Есть, нет, или мы по баллам скажем, хороший эффект. Хорошо. Сколько баллов тогда? Не просто, нет. Насколько зацепило? Или зацепило, не зацепило? Нет, 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 мы не будем сейчас по баллам, мы вот так вот. То есть, зацепило, не зацепило. Присутствует этот эффект или нет? Тоже так же. Далее. Хотя мы можем, конечно, и баллы, разработать по каждому баллу, как мы что будем оценивать. Давайте что-нибудь задержательное теперь еще. Вот тема, как бы, как мы говорили, какая должна быть? Ну давайте актуальность сделаем, если вы... Все согласны, что актуальная тема? Философский смысл предлагают. Философский. Так, ну нет, мы сказали, в Хоку всегда есть философский смысл какой-то, что философский смысл, его уж точно мы будем давать и оценивать, например, от 1 до 10, и здесь прозвучало актуально. Все, хватит. Нам на сегодняшнем, как бы, этапе достаточно, но так мы с детьми можем выбирать и работать по критериям, разрабатывать. Все, 4 критерия. Из трех строк есть какой-то эффект неожиданности в третьей строке, что-то философское есть. Итак, у вас листочки, можно даже вот с обратной стороны вот этих листочков от группы одно Хоку. У кого бумаги нет? Мы раскроем секрет, у нас подготовлены призы за самое лучшее Хоку. Поэтому, чтобы нам было проще оценивать и выбирать одно Хоку. Бумага есть. Хотя, опять же, хочу сказать, один из японских поэтов 200 тысяч Хоку написал за один день. Ну, там иероглифы. Он, наверное, один иероглиф написал, вот тебе дело. Вот вам листочки пишите. На листочки, чтобы потом можно было выйти с ним. На листочек перенесите. Мы еще раз говорим, мы делаем все очень условно, не так, как на самом деле. Все, по одному берем только от группы, даже если пусть сочиняют. Уже 5 минут осталось. Так, еще, смотрите, вы работаете в группе, у вас... Внимание, внимание, внимание! Еще раз обратите, пожалуйста. Смотрите, вы работаете в группе, у вас есть такие сигнальные стаканы. Если у вас в группе все в порядке сейчас, все в порядке, вот так. Зеленый. Зеленый. Если вы, возникли у вас сложности, ну, не пишется, или вопрос какой-то, ну, вот, хотите, чтобы учитель к вам подошел, ставим красный стакан. У вас все в порядке? Все в порядке? У всех зеленые стаканы, и мы можем тогда немножко отдохнуть. Кофе попить, да, предлагаете отдохнуть? Да, мы можем. Зеленые стаканы. Прекрасно, все работают, все вовлечены в дело. Пожалуйста, на такой листочек, чтобы вы потом могли оставить, чтобы не втекаре от кого-тоало... И, пожалуйста, пишите лучше фломастером, не ручкой. Да, и напишите вот фломастеры у вас, с фломастерами на листочек. Большая просьba, нам фломастером на листочек. Опять же, нам нужно будет потом через документ камеру смотреть, и написанная ручкой сложно. Мы сейчас-то в группе. Вы потом, потом отдельно, да, да, да. Вне конкурса. Совершенно вы правы. В начальной школе это изучается тема, и в седьмом классе тоже на уроках литературы. На уроках английского языка, на английском языке пишем. Так, у меня большая просьба, напишите фломастером, у нас сейчас было в той группе. Напишите, все, все, все. Хорошо, давайте. Все, две минуты у нас. Все, ну тогда не запускайте новых-то людей, постоять немножко. Они пришли, они пришли позже, поэтому держите тесно. Нет, нет, ну все, мы хотя бы прочитаем результаты. А вы, пожалуйста, обменяйтесь тоже своими хоку. Критерии у нас на доске. Попробуйте оценить друг друга вот по этим критериям, то, что мы с вами разработали. Одно надо, одно. А это не страшно, не страшно. Мужы. 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 Все, 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 мы с вами заканчиваем. Все, 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 давайте, нам надо послушать с вами, что у нас получилось. Вы знаете, очень часто бывает, что в группах, когда работают у нас ученики, у нас назначают, ну, как бы, какое-то будет время-то понятно, у нас тут со временем мы вообще как-то, вы сказали, в ускоренном режиме все делаем, но у нас возникает такая ситуация, что в группе выбирают того, кто пойдет отвечать и как бы будет представлять и так далее. Вы знаете, возникает иногда такая опасность, что вот тот человек, который должен отвечать, он такой ответственный, ему приходится всю работу вытягивать на себе в группе, он, а кто-то может, он доминирует, другие отключаются и так далее. Поэтому есть такая еще техника, называется random reportage, то есть случайный выбор спикера. И вот мы сейчас от группы, вам вернули работы оцененные, да, вам? Отлично. Поменялись. Так, итак, у нас от этой группы пойдет, так, пойдет, отвечает, пойдет тот. Так, уважаемые коллеги, чуть-чуть. Слушаем. Да. Мы не успеем с вами прослушать Хокку. Внимание. Так, внимание. Я еще раз хочу сказать. Давайте мы договоримся, что мы не будем в это включаться до такой, прямо скажем, ну, не будем с такой серьезностью, потому что у нас же тут это. Слушаем. Итак, давайте мы послушаем с вами. Внимание. Я хочу сказать, вот, наверное, одно из умений, которое мы должны развивать у наших учащихся, я как учитель английского языка, хочу сказать, которое всегда нужно развивать, как в плане коммуникации, активное слушание, слышать друг друга. Мы сильно увлекаемся в своей ситуации, мы сейчас написали свой продукт, и нам теперь важно, а почему эти нам не дали, а как они оценивают, а что... Вышли из этого, слушаем. Выпали из этого, слушаем, что происходит дальше. И я еще раз говорю, выходят у нас сейчас предъявлять не те, кто хотел бы, например, авторы, а выходят те, потому что мы сказали, нам случайный выбор важен, чтобы зацепить каждого, чтобы каждый поучаствовал. Например, в этой группе выходит тот, у кого была самая креативная причина, почему не сделал домашнюю работу, приглашаю. У вас тот, кто приехал издалека, у вас тот, у кого самый большой педагогический опыт, а у вас тот, у кого по алфавиту первое имя. Все выходим сюда со стихотворением. Все, делаем. Ну все. Ну с места мы можем микрофон, давайте выходим. Так, мы... Сейчас, минутку, мы просто включаем камеру все. Мы сейчас могли бы... Все, чш. Мы ничего не защищаем, мы просто, да. Смотрите, так, я сейчас... Да, мы могли бы тут прямо редактировать и писать. Все. Прочитайте, давайте прочитаем. Интерактивная доска, столбики ползут вверх, скоро домой. Ну мы не будем все выкладывать, вы прочитайте просто. Мы хотим сказать, что у нас мы решили так. Мы бы могли сейчас что еще сделать? Мы бы могли по каким-то критериям, по философии, например, проголосовать. Мы в предыдущей группе делали. То есть группа оценила одним образом. Мы можем посмотреть, как оценили. У нас тоже здесь есть информация. Не очень видно. Вот я говорю, пишите маркерами. Мы так настроили, чтобы маркерами было видно. Вот, значит, мы могли бы еще проголосовать, чтобы другие оценили, согласны они с этим или нет. Ну, читайте. А у нас есть приз за лучшее, и мы на правах ведущих, мы это решим. Следующее. Ну так. Да, давайте. Приехал я сюда, чтобы технику познать. Я малая песчинка бытия. Оставляйте, оставляйте. Здесь, на. Кризантема цветет. Наши мысли, как лепестки. Полимидия с нами. Спасибо. Кому? Летнее утро. На синем небе интерактивная доска с Активэкспресс спасет. Отлично. Всем давать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.